Не знаю, может быть, стоит какие-то более конкретные действия совершать самому, чтобы мечту исполнить. Вот об этих действиях мы сейчас и поговорим. И, кстати, чем мечта от цели отличается. Юлия Овечко, коуч и бизнес-тренер у нас в гостях. Доброе утро. Доброе. Так, ну вот давайте, вот главный вопрос, наверное, все-таки, мечта и цель. Что это такое? Это равно или неравно? Это неравно, но при этом не всегда человек разделяет это осознанно. Мечта — это чаще всего такой образ будущего, который бы хотелось. Ну вот такая картинка, как смотрим мы, когда телевизор, что-то представляем. Часто мы себя представляем каким-то, не до конца осознавая. Цель — это конкретная точка в этой картинке. То есть поэтому, когда прописываются цели, наверняка многие слышали про смарт-требования к цели, как ее важно прописывать, ну и другие разные подходы. Это как раз точка, которую важно описать. Когда это будет, где конкретно измеримо, достижимо, определена во времени. Но при этом мечта — это вот облако такое. То есть если человек говорит, я мечтаю об автомобиле, то вот это все-таки мечта или это цель? Потому что это же достижимое в какой-то степени, да? Достижимое. При этом нужно понимать, он хочет конкретную марку, он хочет конкретному сроку. Потому что автомобиль в 20 лет и в 80, ну, наверное, это разные автомобили. И как раз вот в этой мечте, в облаке, а где там? В какой конкретно точке? Вот цель — это точка в мечте. Если так совсем по-простому. То есть у меня вот так сразу вопрос. Мечта рано или поздно перерастает в цель? Если человек работает на ней, если действительно хочет, чтобы она была себе осознанна через его действия, а не ждать, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, то, конечно, лучше всего переводить в цель, чтобы осознанно двигаться. При этом до определенного момента ваша мечта может оставаться мечтой, которая вам дает энергии, силы, веры в то, что будет светлое будущее. И когда вы чувствуете, что уже можно переводить формат цели, конечно, важно. Если пока у вас 3 ипотеки, 10 собак, 86 детей, то, наверное, мечту про то, что хочу Бентли, наверное, пока оставить мечтой. А вот когда уже выплатили ипотеки, там сделали определенно. Конечно, лучше всего... По-моему, уже не нужно, да? Ну да. Обойдусь. Мечтать надо о закрытии долгов, наверное, вот что-то такое сначала. Есть, да. И часто это одна из ошибок, про которые тоже сегодня хотелось бы посказать. А из-за чего мечты наши или цели не достигаются? Давайте. Это любопытно. Да, как раз вот то, что вы называете. Очень часто человек ставит те цели, которые сейчас неприоритетны. Ну, то есть, если у вас там со здоровьем не очень, а вы ставите цель еще и похудеть, допустим, то организм просто не будет выделять на это сил, энергии. А я вообще слышала, что нельзя использовать слово похудеть, когда вот о чем-то мечтаешь. Это вторая ошибка, когда часто описывают как раз не образ будущего, а образ того, куда не хотим. Когда спрашиваешь, за кого замуж хочу, чтобы не пил, не курил, не гулял, это что? Ну, спасибо, описали, кого не хотите. А кого хотите-то? Очень часто, когда мы говорим, хочу бросить курить. И многие, а что вместо этого хочешь? Он, ну, вести здоровый образ жизни. Но организм этого не понимает. Сигареты же все равно присутствуют в жизни. А тогда как? Допустим, спокойно проходить мимо сигарет. Или когда другие ходят, ну, курят, уходить, допустим, да. А что ты хочешь относительно сигарет? Какое будущее относительно вот того момента, с которым связана твоя цель или мечта, ты хочешь? Что ты себе представляешь? Это про, ну, позитивное, так назовем, да. Описывать будущее позитивное, а не то, от которого ты хотите увезти. И, к сожалению, у нас в России как раз часто это один из главных моментов. Мы точно знаем, куда больше не хотим. Ну, вот то место, где не хотим быть. А при этом вот эту нашу нишу, а куда, где мы там будем счастливы, никак не можем отыскать. Ну, лишь бы было там как-то хорошо, да, и ладно, да. Да, лишь бы убежать. И поэтому часто мы, убегая, прибегаем к тому же. У меня еще такой вопрос. Очень часто бывает, вот ты вот прямо невероятно чего-то хочешь. Прямо вот всеми там фибрами души желаешь этого результата. Все делаешь для того, но не исполняется, и все хоть и теснее. Из-за того, что мы в эту энергию, в эту цель, в эту задачу, в эту мечту, как бы мы сейчас не называли это, вкладываем больше энергии, чем хотим. Можно сравнить это с выступлением, когда, вот знаете, бывают такие выступления ответственные, и мы такие, и вот так вот, ну, очень хотим там поздравить или там что-то. Перегорели, да. Перегорели. И мы, получается, больше энергии вкладываем. Это точно так же, как в автомобиле, когда бензин расплескивается. Важно, чтобы мы давали столько энергии, сколько и нужно. Поэтому, когда у вас появляется мечта, важно ее помечтать и забыть условно на время. Пусть она греет, но мы туда не вкладываем больше энергии, чем она требует. То есть не думать о ней каждый день, да? Да, да. Иначе это получается в зацикливании, и это зацикливание не дает нам увидеть возможности, ну, потому что зашоренный уже взгляд, не дает нам почувствовать. Зрители, если вот про выступление привести пример, да, когда мы чересчур ходим, это вот как собаки, которые встречают хозяева, вот так вот. У них слишком много энергии, они даже сидеть ровно не могут, и поэтому не получают там призы на конкурсах или что-то еще. Вот у людей то же самое относительно желаемых. А мечта может быть все-таки нереализуемой? Ну, то есть должна вот всю жизнь с тобой присутствовать и все? И некоторые специально ставят цели, когда мы говорим особенно про каких-то известных людей, которые вот переворачивают миры, у них часто мечты, которые выходят за рамки их жизни. Это не значит, что она нереализуемая. Чаще всего это значит, что в моей жизни это не реализуется, но я сделаю максимум того, чтобы позволить следующим поколениям это осуществить. И это тоже про мечту. Она должна быть всегда все-таки, возможно ее реализовать? Должна, не должна, это вопрос другой. Когда есть мечта, то это дает нам силы преодолевать какие-то препятствия. Не просто так там в войну, как люди, которые хотели вернуться домой, которые вот мечтали о чем-то, они могли больше продержаться. Это давало им силы, то, чтобы двигаться. Спасибо огромное. Самое главное просто мечтать и все. И вот мечтать, знаете, с душой. Спасибо. Юлия Овечко была у нас в гостях, коуч, бизнес-тренер. Спасибо за этот разговор. Мы идем дальше, друзья. Блог полезной информации далее. Скоро вернемся.